С большой пользой несколько дней сразу после родов могут провести молодые мамы в Казани. О чем речь пояснит Наталья Семенихина. Круговорот справок или как чиновники теперь должны добывать информацию для своих клиентов. О госуслугах, народная экономика. Здравствуйте. И сначала новости из столицы Татарстана. Из роддома с полным пакетом документов на ребенка. В Казани свидетельства о рождении и полисы обязательного медицинского страхования теперь выдают буквально в день рождения малыша. Семь пунктов регистрации установлены прямо в родильных домах. И по желанию родителей сведения о ребенке могут быть тут же переданы по защищенному каналу связи еще и в отделение пенсионного фонда. Чтобы уж одновременно открыть лицевой счет на нового гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. Кроме того информация нужна и для оформления материнского капитала. Если малыш в семье не первый. ЗАГСы в Татарстане вообще теперь мобильные. Могут легко оказаться в нужное время в нужном месте. У специалистов в распоряжении так называемые тонкие клиенты. Устройства обеспечивающие подключение к единой системе. И при этом информация, как уверяют разработчики, надежно защищена. Впрочем в других регионах с госуслугами ситуация тоже упрощается. С июля в полную силу начинает работать система межведомственного электронного взаимодействия. Теперь к любым чиновникам можно обращаться, имея на руках лишь так называемые документы личного хранения. Паспорт прежде всего или свидетельство о собственности. А все остальные данные, нужные для той или иной справки, они добудут сами. А если нет, жалуйтесь. На сайте 210 госуслуги.ру. Цифра, кстати, номер вступающего в силу федерального закона, нарушать которую представители власти не должны. Даже если у них проблемы с подключением к единой компьютерной системе. Постановление с муниципального образования здесь все подписано и заверено. Вот еще, пожалуйста, посмотрите, выписка из протокола заседания. Не секрет, что собрать, а потом подать документы в любое госучреждение целая наука. Необходимы воле, время и терпение. Чита Самарина их об этом знают не понаслышке. Они проживают в Нижнем Тагиле, и чтобы сдать документы на улучшение жилищных условий, им пришлось несколько раз ездить в Екатеринбург за 140 километров. Одну справку в БТИ заехали, заказали. Там недели, две, три прошло, пока дождались. Ну, справку из ЖЭКа тоже неделю ждали. Сначала одно, говорят, принести. Приходишь, приносишь, потом, оказывается, этого не хватает. Еще какой-то справки берешь. Еще одно. Впрочем, теперь все станет гораздо проще. Чиновники переходят на электронное взаимодействие. Это означает, что органы власти не вправе требовать человека или организации ту информацию, которая есть у других ведомств. Необходимые документы, например, из отделов ЗАГС, МВД, Пенсионного фонда, налоговой службы, госслужащие смогут получить самостоятельно при помощи специальной компьютерной системы. Сократить сбор избыточных справок. Это одна была задача. Вторая задача, которая решена, если уж такие справки все-таки нужны, то они из бумажного режима переключаются в электронный, и за эту справку уже не нужно приходить в промежуточный государственный орган. Для федеральных учреждений этой системы действует уже с октября прошлого года. За это время только налоговики электронно обработали более миллиона трехсот тысяч запросов. Каждый из них — это человек, которому не пришлось лично обращаться в отделение налоговой службы. И похожая картина у многих федеральных ведомств. Кстати, справки из одного в другое идти могут максимум пять дней, кроме оговоренных законом случаев. И неважно, успел чиновник освоить систему или нет. За нарушение — чувствительный штраф. Мы можем запросить информацию в налоговую инспекцию, получить информацию о выписке из ЕГРЮЛ, тоже по порталу. В течение минуты-две приходит ответ. Я просто в восторге, потому что я помню дни, когда нужно было с ночи занимать очередь, записываться. На улице мы ждали, когда откроют дверь, и все. А сейчас это просто вообще сказка. При необходимости гражданин получает распечатанный документ с цифровой подписью. Он имеет такую же юридическую силу, как и обычный. Удобства этой системы особенно смогли оценить те, кто так или иначе связаны с другими регионами России. Наша контора покупает недвижимость в Тюмени, приобретает земельный участок и нежилое строение. Очень удобно, потому что мне не пришлось ехать туда. То есть экономится и время, и нервы мои. Обеспечивает электронное взаимодействие суперкомпьютер. Это лишь одна составляющая его часть. Взломать такой агрегат практически невозможно. Стоит система защиты от потокового скачивания. То есть нельзя узнать по списку людей информацию об их штрафах, начислениях каких-то, пенсионных счетах. Ну и, естественно, защита от вирусов, защита от вообще кибератак. Новая система предоставления данных органам власти совсем не исключает действия по старинке. Если гражданин, например, не доверяет электронике, он имеет право лично собрать все справки в нужных ему ведомствах. Конечно, если не жаль времени. Владимир Нестеров, Ксения Гомонова, Марина Чайка и Ольга Паутова.